Здравствуйте! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И прямо сейчас коротко о главных темах этого дня. На группу туристов напал медведь. В ергаках на туристов напал медведь. Хищника растерзал 16-летнего подростка. Он подрабатывал летом, помогал группам нести продукты. Подробности истории через минуту. Мы находимся возле пункта вакцинации от коронавируса в планете. Большое количество людей сейчас хотят здесь привиться. Это около 130 человек. В прививочном пункте в планете очередь, но заболевших меньше пока не становится. Власти уже думают о новых ограничениях в крае. О ситуации с ковидом через 6 минут. Это не туалет, это министерство. Министерство, кажется, не социальной политики. В ведомстве, где должны помогать самым незащищенным группам, не пустили в туалет ребенка с ограниченными возможностями. Но что в этой истории не так, расскажем через 14 минут. Они бегают, еду воруют у меня постоянно. Остров для сусликов или для людей? После истории со случайным убийством грызуна красноярцы разделились. Одни сусликов защищают и оберегают. Другие уверенные животные, во-первых, опасны, во-вторых, обнаглели. Медведь напал на группу туристов в Ергаках. Хищник задрал подростка насмерть. 16-летний юноша от полученных травм скончался на месте. Еще один взрослый турист ранен. Травмированному мужчину и остальных отдыхающих уже сегодня днем вывели из тайги. Хронологию происшествия восстанавливала Виктория Столярова. Она сейчас в студии. Вика, что известно об этой туристической группе и при каких обстоятельствах напал медведь днем, вечером, ночью? Даш, ну вообще несчастный случай произошел накануне днем около озера Медвежье в Ергаках. Это недалеко от входа в национальный парк. Однако вызов в экстренную службу 112 поступил только ночью. Известно, что в Ергаках отдыхала туристическая группа из 13 человек. Печальные подробности похода сегодня новостям ТВК рассказали сотрудники отделения охотнодзора по Ермаковскому району. По их словам, 16-летний подросток оторвался от группы. Юноша работал местным шерпой, так называют помощников, которые работают в турпоходах. И за вознаграждение приносят отдыхающим различную еду, провизию и так далее. Мальчик нес для группы туристов продукты. И вот после того, как он задержался, на его поиске отправились двое мужчин из этой же туристической группы. Однако ребенка обнаружили уже мертвым. А рядом взрослого медведя, который к тому моменту уже задрал мальчика и сидел рядом с телом. Зверь попытался напасть и на взрослых туристов и одного ранил. Вот он ушел, парень, часов в 11. Но его нету, нету, хватились к вечеру. Пошли двое других его искать. Нету, нету, нету. Идут, идут. Вылетает медведь, сбивает одного. Один рюкзак бросает и убегает. Маленький. Но он его давай топтать, там сзади спину, лопатки, ноги. Маленько поцарапал. Он унырился до склада, складной нож, потыкал его как-то в шею. Он говорит, отхожу, говорит, медведь лег. Затаился, вернее, он от медведь отошел, лег и лежит. Ну, думал, может, неужели зарезал. Ну, короче, это все произошло к вечеру уже. Они искали где-то в 8 часов, там, ближе к 10 часов. Там дозвонились до 112 инспектора парка. Пошли туда с фонариками и со спасателями. Подходит труп человека. Парень молодой. В дирекции национального парка Ергаки рассказали сразу же после сообщения о нападении медведя на подростка. Поисково-спасательная группа в составе полицейских МЧС, сотрудников парка и самого директора выдвинулась на место происшествия. Тело погибшего подростка, который подрабатывал помощником в тургруппе, нашли около ручья медвежий. Рядом с ним находился пострадавший мужчина, выживший в схватке с медведем, благодаря ножу, которым и оборонялся. После выслеживания медведя-людоеда убили. Вот по этим кадрам, собственно, можно оценить, насколько огромный был хищник. Директор национального парка назвал несколько причин трагедии. Во-первых, затяжная холодная погода и большой покров снега не позволяют медведям полноценно кормиться. Во-вторых, сотрудники коммерческого палаточного лагеря решили спрямить путь до лагеря, проложив его по пехтарнику вдалеке от официального туристического маршрута. Известно также, что эта туристическая группа из 13 человек была сборная, то есть люди были из абсолютно разных городов. Изначально говорилось о том, что свой маршрут они не регистрировали в МЧС, однако уже ближе к вечеру спасатели официально прокомментировали эту историю и рассказали, что группа была оформлена по всем правилам, и поэтому их так быстро и нашли в лесу. После трагедии спасатели вывели оставшихся туристов из тайги, пострадавшего мужчину передали врачам в Ермаковскую больницу. Незамедлительно 8 спасателей выдвинулись на место ЧАЭС. Совместно с сотрудниками горного парка Иргаки группа была найдена, медведь ликвидирован. Всего в Красноярском крае сейчас проживают около 30 тысяч особей медведя. Это стабильный, но достаточно высокий, по оценкам экспертов, показатель. Также, по словам специалистов, сейчас у хищников период размножения, поэтому они могут быть особенно агрессивными. Ну вот, к слову, медведи выходят к людям и в окрестностях Красноярска. На прошлой неделе замечены два косолапых на дачах под Железногорском и рядом с аэропортом. Зверь зашел с торца взлетной полосы и просто побродил за забором. А вот железногорских дачников другой косолапый посетил 15 июня. Медведь вышел в поселке Первомайский. На кадрах видно, что животное спокойно прогуливается вдоль заборов. Местные вызвали полицию, но когда правоохранители приехали, зверь уже скрылся. Ну, а вот напасть медведи могут в трех случаях. При защите своего потомства, при защите своей территории или пищи. И если встреча с хищником все-таки случилась, то вот советы от опытного обитателя тайги и директора охотничьих угодий Григория Микова. При встрече с медведем, самый лучший, конечно, если есть зажигалка или спички, если получилось так, что он не напал ни внезапно, а вы его все-таки предупредительно увидели, не бежать от него, не пытаться кричать или еще что-то громко. Но нужно сделать как? Лучше всего, то есть, снять даже простую, вот, допустим, с себя, какую-то одежду, какая бы этого ни было, хорошо, если она хлопковая, допустим, а не, получается, одежда, ну, не капроновая, ну, хотя бы горячая, то есть, в лучшем случае ее намотать на руку, одежду намотать на руку, потому что медведь будет, когда нападать, он стараться будет снять скальпс человека, потому что медведь не выдерживает взгляда человека. Прежде чем напасть, он от вас отвернется. То есть, повадка медведя. Если он стоит на вас, смотрит, он оценивает ситуацию. Если он отвернулся от вас, он, возможно, что кинется на вас, в прыжках нападет. Нужно стоять стоя, поднять руки выше, и он, ну, визуально должен, подбежав к вам, встать тоже на дыбы, и чтобы на вас напасть. Но чтобы как-то от него защититься, если у вас зажигалка, подождите, подожгите край одежды, чтобы он горел, чтобы был дым. У медведя очень сильно развито обоняние, и поэтому, когда он к вам подъедет, вы ему постарайтесь дымом или чем-то ударить, либо в нос, либо в это, потому что он вас будет пытаться обнять и содрать с вас скальп. Этой историей нападения хищника уже заинтересовали следователи. Они проводят проверку. А вот дирекция природного парка Ергаки убедительно просит туристов ходить только по оборудованным экотропам и официально проложенным маршрутам. И, конечно, не бродить по парку в одиночку. На этом все. Даша. Да, спасибо. Это была Виктория Столярова. Она рассказывала о трагедии в Ергаках. Там медведь напал на группу туристов и задрал 16-летнего подростка. Ну и что делать, если вы встретились с диким зверем? Как вести себя в такой ситуации? Об этом подробнее речь пойдет в программе «После новостей». Гость Георгий Федоров, инструктор по выживанию в лесу. Примерно в 20.45 не пропустите. В Красноярском крае могут ввести новые ограничения из-за коронавируса. Об этом заявили краевые власти. Количество больных сейчас растет очень быстро. Если неделю назад в крае было 122 заболевших, то сегодня уже 158. И если рост продолжится, то власти хотят ввести ограничения по примеру 2020 года. Правда, о каких конкретно мерах идет речь, пока не ясно. В целом же по России сегодня небольшой спад заболеваемости. И последние 4 дня в стране фиксировали больше 17 тысяч случаев заболевания. Сегодня же их чуть больше 16 с половиной тысяч. Зато сегодня антирекорд по смертности. За сутки скончались 546 человек. На этом фоне власти еще активнее стимулируют прививочную кампанию. Еще два региона России ввели обязательную вакцинацию. Это Нижегородская и Мурманская области. Поставить прививку там должны работники сферы услуг ЖКХ, торговли и госслужащие. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня заявил также, что всем студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного года и желательно до 1 июля. Также обязательную вакцинацию для некоторых групп населения сейчас обсуждают и в нашем регионе. Ну и похоже, из-за роста заболеваемости многие красноярцы решили все-таки поставить вакцину в планете даже очереди. Там работает пункт вакцинации. И в последние дни, говорят красноярцы, людей там слишком много. Чтобы поставить прививку, приходится ждать больше двух часов. Мы находимся возле пункта вакцинации от коронавируса в планете. Здесь, несмотря на будний день, много народу, около 50-60 человек. Но все они соблюдают социальную дистанцию и, конечно же, масочный режим. Как нам рассказали сотрудники планеты, большое количество людей сейчас хотят здесь привиться. В этом пункте вакцинации это около 130 человек в день. Поэтому было решено увеличить и количество медиков, которые ставят прививки. Сначала их было всего два, а теперь красноярцев обслуживают пять медиков. Но даже такого количества врачей не хватает на всех желающих. И хотя поставить прививку здесь можно быстрее, чем в поликлинике, без записи, все равно хочется больше таких пунктов, говорят красноярцы. Не то чтобы сильно, но подустали. Хотелось бы побыстрее, конечно. Потому что народу очень много приходит. И, видимо, человека одного не хватает, который ставит прививки. Если честно, думали, что здесь будет меньше народа. Как-то непонятна очередь. Я не понимаю. Вот они за кем-то заняли, а за кем они тоже не понимают. Это хаос в зале. Я думаю, что если бы здесь кто-то был бы администратор, как-то бы давали номерки или как-то вызывали. Было бы удобно, конечно. Я сначала обратилась в свою поликлинику по месту, что там вакцины закончились. В следующей поликлинике запись на июль месяц. Поэтому принято решение, что я приехал. Пункты удобно, но их должно быть просто больше. Пункт вакцинации появился в планете около недели назад на втором этаже торгового комплекса. Любой желающий может поставить прививку от коронавируса без записи ежедневно, кроме воскресенья с 10 утра до 8 вечера. Не забудьте взять с собой СНИЛС и паспорт. На вторую прививку нужно прийти в этот же пункт через 21 день. Точную дату вам сообщат медики. Пункт вакцинации также есть и на ЖД вокзале. А в Москве начинают работать ковид-фри-зоны. Проще говоря, это места, где с клиентами общаются только вакцинированные сотрудники, а пройти внутрь можно исключительно по сертификату о вакцинации. Пока это эксперимент. Его уже поддержали больше ста ресторанов столицы. На данный момент заведения готовятся, но уже со следующей недели обещают запустить проект в полную силу. Как это будет работать? На входе у посетителей обязательно попросят предъявить QR-код о вакцинации. Сертификаты о прививке должны быть и у всех сотрудников. По плану, по такой схеме сначала заработают 20 заведений, какие именно пока власти не сообщают, а потом постепенно ковид-фри-зоны появятся и в других ресторанах и кафе. Если эксперимент будет успешным, московские власти разрешат рестораторам работать и после 11 вечера, а сейчас в столице действуют ограничения на работу общепита. Эту тему мы продолжим обсуждать с нашим красноярским ресторатором Анатолием Ващенко. Он на связи. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Скажите, как думаете, могут ли у нас такие ковид-фри-зоны появиться? И главный вопрос, нужны ли они нам, красноярцам, сейчас? Лично мне кажется, что нужны. Более того, я бы всеми силами поддерживал организацию таких ковид-фри-зон, потому что мы уже устали работать, наши ребята устали работать в масках, в перчатках. Я понимаю, что это еще один шаг к тому, чтобы мы освободились, наконец, от этих, на мой взгляд, не совсем адекватных систем защиты, потому что настолько, как хотелось бы, они не защищают. И тем более мы бы чувствовали сами себя в безопасности, потому что сейчас, с точки зрения гостей, они приходят незащищенными, максимум, что они позволяют себе дойти до места без маски. При этом с нас требует работать именно со всеми средствами защиты. Соответственно, появление гостей, которые уже прошли вакцинацию и уже имеют защиту от коронавируса, мы бы только приветствовали. Но вот в вашем холдинге уже все сотрудники привиты или вот процесс идет? Ну, я лично считаю, что это большая проблема. Я сам лично участвую в пропаганде того, чтобы мы, наши сотрудники, активнее прививались, потому что только это придет ко скорейшему освобождению нас от всех возможных ограничений. Пока с трудом, но дело продвигается. Я, честно говоря, не рассчитывал на такое отчаянное сопротивление. Наверное, вы знакомы с этим вот ковид-диссидентством, переросшее в антипрививочную кампанию. Это вот, наверное, наша такая российская сущность. Противиться всему тому, что только может быть, всему долу, неизвестному. И они тем самым, они вот как бы насторожены, пока это все воспринимают. Да, но в этом смысле вы пока такой лояльный, да, владелец. Вы не заставляете своих сотрудников вакцинироваться. Все вот в таком режиме, кто захотел, тот поставил. Ну, я считаю, в этом вопросе очень неправильно действовать какими-то прям мерами принуждения, пока мы ограничиваемся разговорами. Если будут заставлять нас, ну, к сожалению, тут нам, наверное, придется перейти уже. Но это, опять же, я лично не поддерживаю меры именно заставления. Мне хочется, чтобы люди сами осознали необходимость этого факта. Да, многим хочется, но вряд ли получится. Если власти все-таки введут у нас обязательную вакцинацию, как будете заставлять? Будете увольнять, отстранять с работы? Я думаю, что власти сами должны предложить нам какой-то механизм, потому что вот это очень часто происходит, что все решения взвалятся на наши плечи. А вы решайте, как хотите. Я думаю, что они в этом случае должны оказать нам определенные меры поддержки, помимо просто, ну, чтобы мы не были заложниками. Наши работники не хотят, а власти нас заставляют. И что в итоге? Нам пойти и все закрыться, остается. Потому что если это не будет пропагандироваться, не будет доноситься до людей таким образом, что лучше, если это будет не через заставление, а все-таки через здоровую, правильную пропаганду. Спасибо. На связи с нами был Анатолий Ивашенко, ресторатор. Говорили мы о возможном появлении и у нас вот таких ковид-фри-зон ресторанов, где работают только вакцинированные сотрудники и где пускают только вакцинированных клиентов. Красноярские мать с ребенком с ограниченными возможностями не пустили в туалет здание Министерства социальной политики. Охранник сослался на карантин в ведомстве. Эта история сейчас одна из самых обсуждаемых в сети. Все произошло еще на прошлой неделе. Инцидент женщина сняла на видео. Однако эта история получилась неоднозначной. На кадрах видно, что запись включена с самого начала. Охранник спросил, по какому поводу пришли посетители. Не расслышав, он попросил мать ребенка приспустить маску и повторить ответ, но она внезапно перешла на крик. Такое поведение женщины, наверное, вывело охранника из себя и в просьбе воспользоваться туалетом он отказал. После этого и начался скандал. Маску приспустите, скажите мне. Туалет попасть! Туалет попасть? Это не туалет, это Министерство социальной политики. Это не туалет. Вам смешно? Нет, мне вообще ни капли не смешно. Тогда опустите в туалет, если вам не смешно. Откуда вы знаете? Мы что, с документами пришли, что ли, с какими-то? Мы просто в туалет пришли. Здесь, во-первых... На карантин закрыто, во-первых, в Министерстве. Перепалка в итоге длилась около 8 минут. Несмотря на уговоры других сотрудников ведомства, судя по видео, в туалет женщину с ребенком так и не пустили. В соцсетях пользователи возмутило, что Министерство социальной политики, которое, по сути, и должно оказывать помощь людям, отказало даже в самой элементарной помощи. Сама женщина после этого пошла в Краевую прокуратуру, здание которой находится рядом с Министерством. В ведомстве рассказали, что этот охранник работает там недавно. Он замещает другого сотрудника на время отпуска. И так как в Министерстве есть случаи заражения коронавирусом, то мужчина, видимо, проявил излишнюю бдительность. Маме и ребенку сотрудники Минсоцполитики уже принесли извинения. А женщину, которая поставила на колени 9-летнего мальчика, задержала полиция. На нее завели уголовное дело по статье «Побои». Напомню, 35-летняя красноярка поставила на колени школьника, который якобы оскорбил ее 5-летнего сына. И потребовала от мальчика извинений. Но даже когда ребенок попросил прощения, женщина не отпустила школьника. Прохожие попытались заступиться за мальчика, но пьяный сожитель красноярки мешал им, завязалась драка. А через несколько дней то же самое произошло с 12-летней девочкой. Эта же женщина, будучи нетрезвой, избила школьницу. Из-за неоднократных заявлений на красноярку в полицию, инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли ее собственных детей 5 и 8 лет. А женщина уже принесла свои извинения родителям и пострадавшим детям. Я хочу очень искренне от всего сердца перед вами извиниться за то, что я поступила так с вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. И я еще лично перед вами извинюсь, когда я вас увижу. Буду извиняться перед вами и перед вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. Сейчас следствие обратило суд, чтобы отправить женщину под домашний арест. Расследование дела продолжается. Остров Татышев заполонили суслики. Грызуны уже не просто бегают из норки в норку, а рвут людям покрывало, набегают в киоски с едой и даже, по словам красноярцев, кусают людей. Последний такой случай закончился гибелью животного от удара тапком. Это вызвало бурные споры в соцсетях и мнения красноярцев разделились. Кто-то посчитал такое поведение недопустимым, а кто-то мужчину оправдал, ведь за силием животных говорят, нужно что-то делать. Подробности в сюжете Дмитрия Ишхузина. Символ острова и любимцы детей, маленькие суслики, похоже, стали все чаще надоедать некоторым красноярцам. Милые животные уже не просто едят с руки морковку и позируют на камеру, а переходят в наступление. Достается и покрывалом, и забытым контейнером с едой. И сейчас грызуны уже не кажутся такими безобидными. Красноярцы сейчас активно спорят, а немного листало на острове сусликов. А поводом послужила история, когда мужчина тапком убил одного из грызунов. Сам мужчина сейчас утверждает, что раскаивается и признается, что хотел только припугнуть животное, когда тот укусил его жену, но не рассчитал силу. И вот после этого разгорелись жаркие споры. Кто-то встал на защиту маленького животного, ведь это не суслик пришел в квартиру к мужчине и занял его место, а скорее наоборот. Красноярец Вадим даже объявил награду за имя мужчины, подозреваемого в убийстве. 10 тысяч рублей. По его мнению, животных нужно беречь, а мужчину стоит наказать по букве закона. А денежный бонус – это чтобы полиция быстрее нашла преступника. Прозвучала информация, что якобы кто-то написал заявление на этого гражданина. Я уже не раз сталкивался с такой ситуацией, что заявление, ну просто оно списывается на нет, так как человека, ну типа не нашли его. И соответственно я хотел найти этого человека и написать заявление уже на конкретную личность. Элементарный административный штраф, как у нас в стране-то это и принято. На другое, я думаю, вряд ли судья что-то ему выпишет. Правда, с данными мужчины к Вадиму, так никто и не пришел, и деньги не получил. Скорее наоборот, многие встали на защиту Александра. По их мнению, летом тысячи красноярцев ежедневно убивают сусликов тем, что закармливают их печеньем или хлебом, что грызунам категорически противопоказано. Да и нужный корм в большом количестве может легко привести к смерти, уверены специалисты. Вдобавок ко всему, каждый, кто приближается к животному, попадает под риск. Руки однозначно будут инфицированы, если там каким-то образом с ними контактировать. Однозначно инфекционные заболевания. Это без разговоров, потому что та скучность сусликов, которая есть на острове Татышев, ну и в любом случае, да, ведь мы же знаем крысы, голуби, ну и я бы, наверное, сюда бы отнес бы сусликов, там, мышей, да. Это вот те, кто постоянно роются в каких-то наших отходах и, ну, вольно или невольно разносят все вот эти вот неприятные, в том числе и опасные для людей заболевания. Пока же суслики на острове чувствуют себя вольготно и только продолжают плодиться. В нынешних условиях их будет все больше и больше уверены специалисты. В Татышев парке честно признаются, популяцию они не контролируют. Да и зачем? Суслики уже стали символом города. Как мы можем следить за их популяцией? Грубо говоря, они начинают весной размножаться через 29 дней. У них от двух там до, по-моему, до 12, как я не знаю, их особей, потомства. Они живут на этой территории. Мы, будем так говорить, пытаемся вместе ассоциироваться здесь с ними. Это их жизнь, это их среда обитания. Без них уже никак. Пока красноярцы поделились пополам и спорят, какое наказание должен понести мужчина за удар по суслику и должен ли вообще, Зоолги уверены, что лучшим решением для жителей города станет перестать кормить грызунов, чем попало, и учиться жить вместе. Дмитрий Шкузин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Ну, сегодня мы спросили у горожан, как они относятся к сусликам на острове Татышев. И вот какие ответы получили. Не слышали историю в новостях о том, что мужчина вот такого маленького принял? Слышали. А как вы к этой истории? Не слышались вы за мужчину или все-таки за божество? Ну. Больше за сусликов. Ну, тут как бы мнение может быть, конечно, двоякое. И хорошо, что они ручные, но с другой стороны, конечно, плохо. Да, но я видела, как он, как сказать, объяснительный, он написал о том, что он, получается, суслик укусил его жену, он дарил его тапками, и по итогу он его все равно откачал. Они каждый год становятся наглее и наглее. Ну, я не к тому, что это плохо, это просто как-то необычно. Вот так. Какие-то они борзевшие. Я считаю, что вообще смысл-то какой был? Ударять его тапками. Ну, что сделал такого, я не понимаю. Жену окусил. Да, ну? Ну, к этой истории, конечно, плохо. А вообще к животным хорошо отношусь. Поэтому кормим, подкармливаем морковкой, полезными продуктами кормим. Все хорошо. Ну, если бы у вас, если бы вы думаете, смогли бы у вас, да? Да, ну вы что? О чем вы говорите? Нет, конечно. Ну, можно отогнать, чуть-чуть ладошкой отогнать, да и все. Зачем хлопать тапками-то? Очень некорректная такая ситуация получилась. Потому что они, как бы, и кусаются, но их бить все равно же нельзя. Они же животные, как-никак. Как бы, все равно жалко. Как бы, они вот здесь и бегают, и гоняешь, гоняешь, они все равно там подойдут, там подласкаются, все равно кормить приходится их. Ну, я вот стараюсь их не трогать, как бы, тоже вот салфеточки, там, ручки протереть. И это тоже, думаю, что переносчики какие-то являются они. В Москве, да, такого нет. Это абсолютно уникальный парк, где можно с руки покормить, тем более с узких. У нас в Москве не белок, не в каждом парке покормят, еще то, что белок мало, и птиц даже не покормят. Здесь прям, наверное, их на руки можно взять, они прыгают на руки, с радостью общаются. Работники Южного рынка устроили подтасовку со стрельбой. Предварительно ссора возникла между двумя сотрудниками. Сообщение о выстрелах поступило в полицию на выходных, однако подробности стали известны сегодня. Полиции рассказали, что уже нашли всех участников конфликта. У одного из них изъяли охотничье ружье и травматический пистолет с патронами. Известно, что во время стычки никто не пострадал. Сейчас в ведомстве выясняют все детали перестрелки. По факту происшествия уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Участникам конфликта грозит до 7 лет лишения свободы. На Красноярской ГЭС сегодня утром закрыли еще один затвор. Такое решение приняли на совещании в Венесейском бассейновом управлении. С этого дня ГЭС сбрасывает по 6 тысяч кубометров в секунду. С понижением водосброса уровень воды Венесей должен снизиться. Однако пока, по данным на утро 22 июня, вода в реке немного поднялась на 7 сантиметров. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией. На какой период сохранят установленную скорость сброса, неизвестно. Это будет зависеть от паводковой обстановки. Работодателям рекомендуют сокращать длительность рабочего дня из-за жаркой погоды. А в центре Красноярска снова перекрыли дорогу. Подробнее об этом не только в рубрике «Новости. Коротко». На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского дорогу временно сузили до двух полос. Все из-за ремонта тепловых сетей. Работы там начнут проводить сегодня вечером, а закончат в полночь 24 июля. В это время будет перекрыта половина левой стороны дороги по улице Ленина и запрещен съезд на улицу Дзержинского со стороны нечетных домов. Кроме того, перекроют въезд во дворы к домам номер 119 и 121 по улице Ленина, где часто паркуются посетители театра «Кукол». Также будет затруднен проезд к школе номер 10 и торговому комплексу «Квант». Работодателям рекомендуют сокращать рабочий день на 2 часа, если температура в помещении превышает 29 градусов, и на 4, если стрелка термометра пересекла отметку 31 градус. Такую рекомендацию вынес Роспотребнадзор. На открытом воздухе при температуре выше 33 градусов можно работать не более 20 минут. После этого следует сделать 10-минутный перерыв в прохладном помещении. А в общей сложности на такой жире рекомендуют находиться не более 2 часов. Под Красноярском неизвестные устроили свалку гнилых помидоров прямо на дороге. Как говорят жители близлежащего поселка Лукино, три дня назад овощи привезли на грузовике и вывалили на обочину. Люди предполагают, что это сделал кто-то из предпринимателей. Несколько десятков коробок с переспелыми овощами теперь тухнут под палящим солнцем, а общественники зовут фермеров, чтобы те забрали помидоры на корм свиньям. Проект «Тотальный диктант» оказался под угрозой срыва. Организаторы не получили грант от фонда президентских грантов на следующий год. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Рябковец. По ее словам, это не было для них неожиданностью. Скорее всего, это случилось после того, как в этом году автором текста выступил писатель Дмитрий Глуховский. Он высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Из-за этого во время диктанта произошел скандал. Буквально за час до начала мероприятия диктаторы по всей России стали отказываться читать текст. А в Россотрудничестве отказались предоставлять свои зарубежные площадки для проведения диктанта. Тем не менее, несмотря на отсутствие финансирования, в следующем году диктант все-таки состоится, заявила Рябковец. Правда, в каком формате это будет, пока не ясно. В России сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года считается началом Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад фашисты напали на Советский Союз. В этот день на зданиях госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. Никаких мероприятий в этом году не проводят, все из-за коронавирусных ограничений. Единственное, в Москве традиционно прошло возложение цветов к могиле неизвестного солдата, а также состоялась всероссийская минута молчания. Депутат Госдумы Виктор Зубарев говорит, помните об этой дате, так же важно, как и о дне победы. 22 июня – это самый трагический день всего нашего советского народа. Потому что началась агрессия фашистской Германии против жителей Советского Союза. И это самая страшная война за всю историю человечества. Ну вот память как раз, она и должна быть у каждого у нас в душе, внутри. Зайти в храм, поставить свечу. Или дома зажечь свечу и помолиться за души усопших наших предков. Ночные волки с запада и востока встретились в Красноярске, возле Успенского мужского монастыря. Часть байкеров ехала из Москвы с флагами, посвященными 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Другие выехали из Владивостока, чтобы совершить крестный ход с иконой Александра Невского в честь 800-летия со дня его рождения. Такая традиция зародилась еще в 2009 году, когда Невского выбрали символом нации. Всего байкерам с востока предстоит проехать 12 тысяч километров до Санкт-Петербурга, где покоятся святые мощи великого князя. Встретиться байкеры с запада и востока решили именно в центре России, в Красноярске. Они задержатся здесь на пару дней, а икона пока будет находиться в Успенском монастыре. На своем байке в крестный ход отправился и митрополит Вятский Слободской Марк. У этого крестного хода своя символика. Мы говорим, что мы начали наш путь не там, где Россия заканчивается, а там, где она начинается. Потому что жители Дальнего Востока первые встречают новый день. То есть от востока солнца до запад, от моря до моря. Так связывая молитвой и нашим путем все наши государства в единое и целое. А вот западные ночные волки чествуют Юрия Гагарина и юбилеи его полета в космос. В путешествии им помогает Роскосмос. Конечная точка этих байкеров – космодром Восточный. Там 1 июля запустят ракету «Союз». Но пока байкеры с разных сторон света решили сделать небольшую передышку у нас. Мы встретились примерно где-то посередине в городе Красноярске. Для нас это очень почетно, что два вот таких вот больших мотопробега, посвященных патриотической части нашей страны, они вот соединились здесь. Завтра байкеры встретятся еще раз на предприятии «Красмаш», где проведут небольшую пресс-конференцию, а потом ночные волки продолжат свой путь. А на ТВК возвращается «Песочница». Это уже второй сезон проекта, в котором мы показываем, как выглядят жилые дворы Красноярска, чтобы составить картину благоустройства районов не по скверам и паркам, а по тем местам, где горожане живут и бывают каждый день, но минимум по два раза. Все начинается с песочницы, а новый сезон проекта начинается, увы, с проблем двора на Малиновского 5, куда нас пригласили отчаявшиеся местные жители. Сергей Григорьев покажет, почему нужно, чтобы этот двор увидели чиновники и обслуживающие организации. Песочница продолжает отвечать на ваши, уважаемые телезрители, приглашение Малиновского 5, там, где мы находимся, и вот, что нам написали про этот двор. Темно, старая площадка, ужасно грязная, двор на три дома, а гулять негде, пишет Ольга Кузнецова нам в Инстаграм. Плюс 27, солнечную погоду, тот факт, что в этом дворе темно и здесь можно спрятаться под тенью деревьев, на самом деле, мне кажется, позитивным. Если вы сейчас остановитесь и прислушаетесь, то, возможно, услышите, как из мечети доносится голос местного служителя, наверное, имама. Ну, если вам не слышно, это и не важно, мы идем смотреть на двор. Ты слышишь, Серега? Я слышу птенцов. Маленькие птенчики в дупле дерева прячутся, малыши. Малиновского 5, друзья. Дерево, гнездо, птенчики, красота, единение с природой. Конечно, это не имеет никакого отношения к благоустройству, которое я уже вижу все-таки хромает. Идем смотреть. Где-то в городе есть скульптура, где нетрезвый мужчина облокотился на столб. Вот сейчас примерно такая же картина с песочницей на Малиновского 5, которую явно покосило от нелегкой жизни. О чем говорит нам эта заплатка? Говорит о том, что местные жители и, скорее всего, представители и работники управляющей компании всеми силами пытаются спасти хотя бы эту шаткую конструкцию. Делают заплатки, садят ее на саморезы, чтобы хоть как-то это держалось. Я рискну немножечко ее пошевелить, и мы видим, что чуть больше приложи я силу, и этой песочницы на Малиновского 5 не окажется. Везде нужно искать свои плюсы, хотя бы песок здесь есть, он приятный, мелкий, видимо, в этом году привезли все-таки. Весь оставшийся двор состоит вот из такой горки, из этой качели, тоже уже сгнившей, лавочка и пара брусьев. Вот и весь двор действительно на три дома, как нам рассказали местные жители. В доме живут дети? Ну, конечно. А где они? Почему они не гуляют? А вы считаете, здесь можно гулять? На неделе на Малиновского был губернатор. Три дня назад был вот на Аллее Славы, вот этой нашей, глава советского района. А вот здесь вы посмотрите, что делается-то. Это же убожество. Вы сейчас с той стороны пойдемте, вы видели горку с той стороны? Там нет бортов. Посмотрите. Как можно с нее кататься? Да. Говорят, дети травмируются. Травмируются. В прошлом году на песочнице наш полуторагодовалый ребенок застрял в песочнице, повис. Чья-то здесь щеку разодрал. Мы возили в больницу, но, слава богу, мы не сломали нос. Просила просто взять фанеру, кусок фанеры, просто прибить. Я не прошу уже покрасить. Просто, чтобы дети нормальные. Я просила демонтировать это все. Просто убрать. Вы представляете, как здесь кататься? Скажите какому-нибудь современному застройщику, который сейчас проводит возведение дома, что у него будет вот такая территория во дворе. Мне кажется, что он точно придумал бы, что с этим сделать. Такая территория есть на Малиновского 5. Но пока что она ничем не занята. Здесь поросли травы и какие-то холмы. Там одиноко стоит горка, которая явно не пользуется спросом. Только лишь потому, что уже издалека видно, что там просто невозможно с нее спуститься, не отбив себе свой пятый элемент. Как нам объяснили жители, в саму управляющую компанию были обращения. И были договоренности, что это сделают. Но, видимо, договоренности не работают. И нужны уже какие-то официальные документы, акты или заверения в письменном виде. Мы связались с УК ЖСК, который обслуживает дом. Там заявили, что протоколов, обращения от жителей на благоустройство двора не поступало. На 21-й год запланирован лишь текущий ремонт дома и замена окон в подъезде. По аварийным горкам и покосившейся песочнице на адрес отправят инженера компании. Заверили в ЖСК. Комфортный двор, счастливые дети. Добро пожаловать в жилой комплекс «Кристалл» на Ладоке Цхавели. Закрытый двор, детские и игровые площадки, круглосуточное видеонаблюдение, зоны отдыха для взрослых, Wi-Fi во дворе. Телефон отдела продаж 200 08 08 «Кристалл». Владей мечтой. Проектная декларация на сайте нашдом.рф А в рубрике «Вопросы доктору» сегодня поговорим о новом индийском штамме коронавируса. Какие у него симптомы и поможет ли прививка защититься от этого вируса? На эти и другие вопросы ответит, как всегда, доктор Владимир Хиновкер. Здравствуйте. Это «Вопросы доктору» и я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня поговорим про индийский штамм коронавируса. Говорят, сейчас в Россию пришел новый индийский штамм коронавируса. Так ли это? Действительно, большие лаборатории показывают, что мутированные формы вируса присутствуют. И, как и положено, более заразные штаммы начинают распространяться быстрее, чем обычный китайский вирус. И постепенно занимают нишу вирусную. Их становится все больше и больше пациентов с этим видом коронавируса. Есть ли у него специфические симптомы? Ну, клиника вируса действительно меняется. Клиника заболеваний меняется. И мы это видим. Во-первых, у пациентов реже стала появляться анасмея, то есть потеря обоняния. Большая часть пациентов сегодня уже не жалуется на потерю обоняния. И напротив стали появляться чаще респираторные симптомы – сухой кашель, насморк. Больше пациентов с диареей. И это, безусловно, проявление мутированных форм коронавируса. Во-вторых, нужно сказать, что коронавирус сегодня действительно помолодел. Около 40% больных в стационарах младше 60 лет. И если раньше молодые пациенты были только с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с иммунодефицитами, с сахарным диабетом или еще с какими-то проблемами, то сегодня мы видим 20-30-летних пациентов и даже в реанимационных отделениях с тяжело протекающим заболеванием без сопутствующей патологии. Помогает ли прививка от этого штамма? К сожалению, точного ответа сегодня на этот вопрос пока не может дать никто. В том числе и разработчик вакцины «Спутник» тоже говорит, что требуются дополнительные исследования. Однако есть большая надежда на то, что все-таки вакцины, которые имеют множество точек приложения антигенных, например, «Спутник» или «Ковивак», чумаковская вакцина, может быть эффективны и против мутированных форм, потому что мутирует 1, 2, 3 белковых антигена на поверхности вируса, остальные остаются неизменными, и вакцина должна их закрывать. Возможно, это будет чуть менее эффективно, но тем не менее специальные вакцины, безусловно, создавать не будут против каждой мутации вируса. И учитывая то, что сегодня заболевших прямо вот намного стало больше, и, как вы знаете, открылось огромное количество дополнительных коек, всех призываю максимально быстро поставить прививки. Пока мы не вакцинируем население, этот ад не закончится. Напомню, свои вопросы доктору Хиновкеру вы можете задавать по телефону 200-00-65, также пишите в Вайбер, ватсап по номеру 8-923-1-65-45-00, ну и в любых социальных сетях ТВК. Ну а на сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале, и подписывайтесь на ТВК во всех социальных сетях. Мы есть везде. Увидимся.